Детство, устремленное в будущее. Более 600 человек собрала в этом году родительская конференция, организованная областной ассоциацией логопедов и поддержанная правительством региона. Педагоги и дефектологи рассказывали родителям о том, на что обращать внимание в речи, в развитии малыша, чтобы он развивался правильно. В этом году встреча прошла в другом формате, перешла из оффлайна в онлайн. Как это было, мы поговорим с гостем нашей программы, директором ассоциации логопедов Тюменской области Галиной Криницыной. Здравствуйте, Галина Михайловна. Расскажите, почему детство, устремленное в будущее? Здравствуйте. Почему детство, устремленное в будущее? Вы прекрасно понимаете, если это ассоциация логопедов Тюменской области, значит, все вопросы, которые мы рассматриваем, касаемые детей с проблемами в развитии. И мы привыкли, общество привыкло, что по отношению к этим детям мы чаще всего говорим несколько другие слова. То есть реабилитация, абилитация, коррекция, приспособление. Но, видите, у нас в педагогике сейчас есть два подхода. Первый подход – это личностно ориентированный, когда мы говорим, мы должны сделать все для того, чтобы ребенок само развивался, само совершенствовался. Вот этот подход обогатил наш с вами современник, наш с вами ученый, ученый с мировым именем Владимир Ильич Загвезинский. И обогатил он следующей мыслью. А для чего самосовершенствоваться? Наверное, для того, чтобы служить. Служить маме, служить папе, служить родине. Это ведь невысокие слова. Поэтому вот вся подготовка к этой конференции, мы начали готовиться к ней с мая месяца, она шла под этой идеей, что мы должны родителей научить, воспитывать и развивать своих детей так, чтобы они стремились в будущем служить. Служить себе, служить семье. И, конечно, опять же скажу, это невысокие слова, это идеология наша, это идея служить родине, служить своей стране. И слово «стремиться» — это лейп-натив вот этой конференции. Галина Михайловна, без родителей коррекционная работа в отношении ребенка может быть неэффективной и даже, наверное, невозможной. Можно ли сказать сейчас, что родитель становится активным участником образовательного процесса? Ну, видите, само время заставило родителей быть активными участниками образовательного процесса. Но самое главное, в дефектологии, опять же, есть тезис, есть идея, одна из важнейших. Семья — самая лучшая реабилитационная площадка для ребенка. Вот, поэтому, а в семье кто? Обычно занимается этим только мама. И мама выполняет какие-то рекомендации, которые кто-то назначил. Наша задача другая. Задача нашей ассоциации в этом году — это разработка и реализация программы повышения родительских компетенций в воспитании и развитии детей. Эта программа была, это заказ правительства Тюменской области, Департамента образования и науки администрации Тюменской области. И мы ее, я думаю, что очень тщательно выполняем. Есть серия, проведена уже серия практикумов, мастер-классов, которые направлены именно на формирование компетенций родителей. Нами выделены эти компетенции. Что такое родительская компетенция? В чем родитель должен быть компетентен в вопросах воспитания и развития? Видите, вопрос глубоко как поставлен. Не коррекции, а вот именно воспитание и развитие. И вот слово коррекция, исправление каких-то недостатков является структурным компонентом процесса воспитания и развития. Вот, и с мая месяца у нас прошел целый ряд таких семинаров, практикумов. Ну, они вызвали большой интерес. И самое интересное, вот я очень с большим уважением отнеслась, отношусь и очень высоко оцениваю позицию специалистов Департамента образования, когда мы решили, решали вопрос, какие базовые учреждения взять для того, чтобы апробировать, какие-то положения этой программы. Руководители, замы директора Департамента говорят, а зачем надо брать площадки? Давайте работать на всю область. Вот мы и работали на всю область. Уникальность вот этой нашей работы, я по-другому и не скажу, в том, что она приняла формат межсетевого взаимодействия и в рамках Тюменской области, и даже в рамках Российской Федерации. К нам присоединились Тюменский государственный университет, Институт психологии и педагогики. К нам присоединился Тюменский медицинский университет. К нам присоединил, как всегда, Центр «Семья». Это наши спутники и наши друзья по коррекционной работе, по всем видам работ с детьми и родителями. Но интересная наша работа еще и в том, что к нам присоединились кубанцы. Детские сады и Кубанский университет, детские сады Краснодарского края, Краснодара, Сочи, Краснодара и еще других городов. И они участвовали и в семинарах, практикумах, и в разработке теоретической части этой программы. И это имеет огромное значение. Эта конференция у нас проходила в течение четырех дней. Первые четыре дня родители были привлечены к обсуждению вопросов на мастер-классах, на семинарах, практикумах. Но специалистов было настолько много и родителей, что часть информации сразу же транслировалась в YouTube. Поэтому любой может посмотреть вот эти наши наработки. А закончилась эта конференция, научно-практическая конференция с международным участием. В этой конференции приняли участие краснодарцы, приняли участие Армения и приняли участие Казахстан. Мы на этой конференции договорились, и эта идея была озвучена Антониной Дмитриевной Петрушиной, заслуженным врачом СССР. Она предложила продолжить эту работу в рамках школы здорового родительства. И школы умного родителя. Это такой проект какой? Да, это проект, мы будем его продолжать. После Нового года первые семинары, практику мы проведем, где медицинские работники больше будут рассказывать, как воспитывать здорового ребенка, как маме вести себя так, чтобы меньше было факторов риска для возникновения каких-то проблем у ребенка в дальнейшем. Как маме рано увидеть, есть проблемы в развитии ребенка или нет. Мы в этом году очень широко освещали и просвещали родителей в рамках педагогической диагностики. Вот что у ребенка, если нет гуления в три месяца, если нет лепета, это надо тревожиться или маме можно ждать? Конечно, не надо ждать. И мы это все подробно обсуждали. А теперь приоритет мы отдадим нашим дорогим врачам, которые будут учить воспитывать здорового ребенка. Вот тогда, наверное, реже мы будем слышать, когда мамы приходят в пять лет, говорят, да к нам еще врач сказал, подожди, заговорит, подожди, заговорит. Вот эта вот цепочка, семья, педагог, медицинский работник в коррекционной работе с ребенком иногда теряет звенья. А должна ли она быть неразрывной? Совершенно верно. Эта цепочка, этот алгоритм должен быть неразрывной. Мы с вами знаем, что в России испокон веков всегда было традиционно образование и здравоохранение работали в комплексе. Да, и это даже педиатрия и дефектология, неврология детская, они ведь, вот педиатрия и дефектология, это только советские науки, советские социальные институты. Вот, в других странах нет дефектологии, и нет педиатрии во многих странах. Да, вот. И один из принципов, как диагностики, как и коррекция любого отклонения в развитии, это психолога, медика, педагогический подход. По-другому это и не бывает. Но самое главное в этой цепочке, это еще и родитель. Если родитель не выполняет вот этот алгоритм, мы же не можем заставить его. Значит, цепочка теряется. И вот это наше сотрудничество, сотрудничество и с медицинским университетом, сотрудничество со многими частными и государственными учреждениями здравоохранения, вот оно показывает эффективность работы. Как родителям не нарваться на псевдоспециалисты? Есть ли какие-то советы? Первое, что должно насторожить родителей, если вам предлагают с тяжелыми детьми, даже не с тяжелыми, даже если только постановка звуков нужна ребенку, два раза в неделю занятия. С ребенком коррекционные занятия должны быть ежедневными. Самый минимум – это три занятия со специалистом и два занятия дома с мамой и ребенком по тем рекомендациям, которые дал логопед, дефектолог, сурдопедагог или любой специалист коррекционного направления. Я всегда мамам говорю, вы спрашиваете диплом, вы спрашиваете, какое образовательное, вышеобразовательное учреждение, организацию этот логопед закончил. Если это дистанционные курсы трехмесячные и диплом государственного образца, это должно вас насторожить. Чаще всего с ребенком мама занимается, а вот все-таки какова роль семьи в целом в воспитании и в развитии ребенка? Вот смотрите, как раз в рамках вот этой программы повышения родительских компетенций мы на каждом семинаре, на каждом мастер-классе говорим о том, что вся семья, все члены семьи, ну здесь, наверное, не скажешь обязаны, но могут и должны, наверное, внести особую лепту в воспитание и развитие вот этого ребенка. Каждый по нему ногу, но именно по тем рекомендациям, которые дает им специалист. Маму обучает логопед, логопед обучает старшего брата, младшую сестру, и каждый в жизни, во взаимодействии со своим братиком или сестренкой, обучают его способу какому-то. Вот это самое главное. А особенное значение имеет папа еще. И кроме этого, вот бабушки и дедушки, они бывают, взаимоотношения такие, что я иногда говорю, бабушку и дедушку исключить из воспитательного процесса, потому что кроме вреда они ничего не приносят. Но если бабушка и дедушка прислушаются к маме, прислушаются к специалисту, из них получаются чудесные помощники, чудесные люди, сопровождающие этого ребенка в его нелегкой судьбе. У нас есть примеры, когда бабушка является основой всего коррекционного процесса. И столько, сколько сделала эта бабушка, ну, наверное, не сделали ни папа, ни мама. По итогу конференции, какие можете вы рекомендации дать родителям наших деток? Ну, первая и самая большая рекомендация, это надо очень тесно содружествовать со своим участковым врачом, содружествовать с логопедом, с воспитателем, с психологом. И самое главное, сформировать такое мировоззрение у всех членов семьи, когда каждый отвечает за другого, когда каждый хочет сделать что-то хорошее, послужить. Галина Михайловна, спасибо вам за интересное и познавательное интервью. Всего вам доброго в вашем деле. До свидания. Спасибо большое вам. Всех с наступающим Новым годом. Всех мам, всех пап, всех наших дорогих детей, которые мы очень любим. Субтитры подогнал «Симон»!